Премия вручается ежегодно и представляет собой статуэтку в форме золотого пера на пьедестале из лазурита, а также контракт на издание книги за счет Российского Союза писателей. В настоящее время продолжается конкурс на соискание премии за 2016 год, который будет завершен 15 июня. Премия, многие вас знают, была учреждена в канун 400-летия дома Романовых под высочайшим покровительством главы Российского императорского дома, ее императорского высочества, Великой Клинии Марии Владимировны. Соответственно, сейчас уже третий сезон премии под высочайшим покровительством премия стала ежегодной. Она учреждена совместно Российским Союзом писателей и Российским императорским домом. Презентовал премию великий князь Георгий Михайлович Романов. Наследник главы Российского императорского дома впервые посетил Рязанскую землю со своей свитой в рамках рабочего визита. Конкурс наследия служит тому, чтобы в свободной абсолютно форме возродить все, что хотят люди взять из прошлого, то, что они создают сейчас. У этого конкурса нет никаких идеологических ограничений. С самого начала было поставлено условие, что это не значит, что все должны писать, если конкурс по правительству императорского дома, что все должны писать про историю дома Романовых, или про историю монархии, или хотя бы даже просто про дореволюционную историю. Почетный гость прибыл, чтобы торжественно объявить о начале отбора лауреатов литературной премии. Основной целью проекта стал поиск новых авторов, творчество которых сохраняет и продолжает традиционные для русской литературы ценности, пробуждение интереса к богатейшему культурному наследию России. Я очень рад, что развивается традиция проведения таких творческих встреч в разных городах России. В прошлом году мы встретились в Костроме. В этом году местом проведения этих частей конкурса наследия стала Розань. Этот прекрасный город имеет огромное духовное, культурное и патриотическое значение для нашего Отечества. Конкурс премии проходит среди авторов крупнейших российских литературных порталов «Стихи.ру» и «Проза.ру». Среди опубликованных материалов жюри отбирает лучшие работы по теме российской истории, патриотизма, воинских побед, трехсотлетия процветания России под скипетром Романовых. Премия объединяет стихотворцев, прозаиков, эссеистов. Лауреатам предоставляется право издания персональной книги за счет оргкомитета премии. В рамках пресс-конференции князь рассказал, что помимо просветительской деятельности в обычной жизни, он также занимается благотворительностью, много работает в Бельгии, представляя там интересы России. Князь назвал Рязань прекрасным древним городом, имеющим огромное культурное, духовное и патриотическое значение для Отечества. Кроме того, наследник передал сердечный привет от своей матери, великой княгине Марии Владимировны, всем собравшимся.